Ладно, надо следить, чтобы там постоянно не ходили туда-сюда. Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем говорить о древних текстах, в частности о септуагинте и о масрельских текстах. Чем они похожи, чем есть расхождение, история их создания. Ну и поговорим, что такие вообще сакральные тексты, что понимается под бакодухновенностью текстов. Ну и в конце отвечу на ваши вопросы. Поскольку предыдущая лекция вызвала много вопросов, и вот мне многие писали, что хотели бы более подробную информацию о священных текстах, в частности о септуагинте, поэтому мы решили чуть поподробнее остановиться на них. Итак, септуагинта, или перевод в 70 или 72 толковниках. Что из себя представляет? Это самый древний сохранившийся документ, переведенный документ древнееврейских текстов на греческий язык. И септуагинта, как раз это греческое слово, которое переводится как перевод в 70. Есть различная история создания септуагинты, есть разные источники. Мы как раз поговорим о них, поговорим о источниках разных. Есть, значит, дохристианские источники, или источники, можно сказать, юдиоязыческие, и есть источники уже христианские. То есть есть христианские авторы, которые о нем говорят, сведения. Ну и есть археологические данные, конечно, которые как раз, я думаю, все точки ставили на «и». Масалетский текст – это текст, который создали после разрушения храма уже иудейские раввины, иудейские религиозные деятели. Это тот текст, который принят сейчас в юдаизме. Также на основании этого текста создана латынская Библия, так называемая, да, также отчасти синодальный текст современной русской Библии, ну и протестантские переводы, или переводы нового мира. Вот эти тексты уже на массоветской. То есть если на востоке, в греческой церкви, соответственно, понятно, в греческой церкви было принято греческое, греческий перевод, да, септуагинта, то на западе у католиков и протестантов больше был принят еврейский перевод. Почему мы будем сравнить? Ну потому что, если они были полностью похожи на друг друга, сравнить было нечего, да. То есть сравнить анализ нужно для того, потому что есть расхождения. И почему эти расхождения есть, как они появились, и насколько эти расхождения актуальны, вот об этом и попробуем поговорить. Итак, начнем септуагинты. Как сказали, это греческий перевод. Переведено было примерно, считается, в третьем виде до нашей эры, по инициативе Александрийского царя Птоломея Филадельфа. То есть традиционно, если вот возьмете там брошюрки, да, русской церкви, и так далее, так далее, будете читать, или в сайтах традиционных, русскоязычных, там сказано, что греческий царь хотел иметь переводы на греческом языке, еврейских текстов, поэтому вызвал из Палестины 70 или 72 толковников, их разделял в разных хрижинах, чтобы они не контактировались друг с другом, понятно, чтобы понимать, чтобы проверить, они действительно непредвзято будут переводить, да, а потом сверил, видя, что все до буквы, то есть все совпадает, вот, и сохранил у себя в Александрийской библиотеке. Конечно, иудеи с этим не согласны, вернее, они согласны, что, да, по приказу Птоломея это было сделано, но они говорят, что все-таки иудейские аравини могли договориться до того, как начнут перевод, и сознательно ввели 13 искажений, ну, чтобы сокровенные еврейские тексты не попали в руки язычников, понятно, да? Вот мы сейчас посмотрим, насколько вот эта теория, то есть, соответствует истине. Итак, какие источники есть о Септуагите? Самые ранние источники относятся, по некоторым данным, как раз именно к 3-му, 2-му веку. Мы знаем, что после Вавилонского плена, как древние еврейские тексты, начали восстановить ездра имени, да, вот ездра начал восстанавливать, восстанавливать тексты, да, иудеев до разрушения храма были тексты. Но была также большая, большая греческая диаспора, эти люди потеряли отчасти свой родной язык, говорили на греческом языке, но свою религию, традиции сохраняли. Например, здесь в России, многие из вас сидящих здесь плохо говорят на армянском, они вообще не говорят на армянском, но ходят в армянскую церковь и принадлежат к армянской церкви, да. То же самое было вот с евреями, понятно, да. И когда надо читать Библию, ну, евреям надо было иметь на доступном себе языке, на греческом языке, да. Вот, поэтому и есть данные, что еще до создания Септуагинты были отдельные куски, переведенные на греческий язык древнееврейских текстов, понятно. Потому что невозможно, что огромная диаспора, а в Александрии тем более, эта диаспора была самой большой, не местной диаспорой, как и всегда, как и во время фараонов, да. Вот, поэтому эти тексты были. Просто Септуагинта, она как раз полностью переведенная, то есть, сохраненная, полностью переведенная, сохраненная, то есть, самый большой текст. То есть, фактически, вся Лиз Ветхий Завет, можем сказать, да. Вот, Ездрав там сохранил, потом начали там, там, там переводить в разных местах, да, на разные языки, потому что не только на евреите и на греческом, есть, например, еще и торгуми на армянском языке переводы, да. При том, они еще и считают, что эти торгуми были переведены с персидского языка, понятно, да. Есть такая версия тоже. То есть, переводов было гораздо больше. То есть, там, где была еврейская диаспора, там они старались перевести на тот язык в стране, вот в той стране, в которой они жили, понятно, да. Вот. Ну вот, Септуагинта стала христианским языком, то есть, христианским переводом. Мы знаем, что для основы раннехристианской общины, да, и христианская церковь стала именно Септуагинта. Итак, как и сказал, в третьем веке уже есть данные, то есть, некого Аристея, который был телохранителем, вот, тоже самого этого Птоломея Филадельфа, да, который написал письмо своему брату, и вот там описывает, что Птоломей начал собрать древние рукописи и или приказал, или попросил, или предложил первосвященнику Иерусалима отправить толковников, чтобы они могли перевести на греческий язык. А саму миссию, вот, идею, саму идею внушил Птоломею, создатель Александрской библиотеки, Дмитрий Фалерский, понятно, да. Вот он внушил, сказал, что давайте мы собираем книги, вы знаете историю Александрской библиотеки, да, огромная библиотека, где были собраны тысячи и тысячи рукописей и книг. Вот он и сказал, давайте отправим в Иерусалим, пригласим переводчиков и пусть они переводят, вот. Притом, вот этот Алистей говорит, что для изначально был переведен только закон, то есть только Пятигниши, Тора, только Тора было переведено. Знаете, да, из каких частей состоит еврейская библия или Ветхий Завет? Я вам уже неоднократно рассказывал. То есть полностью Ветхий Завет называется Танах, это не какое-то название, это совокупное по первым буквам книг, которые входят, то есть Ветхий Завет. Это Тора, это не Эвин, это Кетуви, Кетуви, то есть, да, вообще-то это буква Т, поэтому не Танах считается по-настоящему, а Танак. Знаете, что такое по-армянски Танах? Скорее всего, от этого и это слово взято, то есть Танах. Вот, чернила. Вот, то есть, получается, вот, закон, пророки и Писание. Закон, пророки и Писание. Сколько книг входит в параде Танах, это вы будете мне говорить. Вот, это вам домашнее задание. Ну, домашнее задание еще, походу, в ходе лекции еще будут для вас. Вот. Итак, вот, был только самый главный час, закон был переведен. Палестерин, Палестерин, да. Также, действительно, людей изолировали, они перевели, потом вместе сравнили друг с другом, да. Потом решили, что все должно быть четко, то есть, отредактировано, что все буквы и все слова с точностью совпали с еврейскими, то есть, подлинниками. Вот. И после этого представили, представили Пталамею. Подлинность этого письма до сих пор оспаривается. Еще в 17 веке уже начали написать научные диссертации, в котором, ну, какой-то там диссертант сомневался, и до сих пор пишут кто-то о правах, кто-то говорит, нет, это подлинное письмо, это не подлинное письмо. Но, как бы ни было, как бы ни было, там очень важная информация, которая, кстати, отчасти совпадает и с другими авторами. А какие еще авторы были? Вот, например, Филон Александрийский, иудей по национальности, да, это первый век до нашей эры и наше начало. Вот. То есть, человек жил еще до времен Христа. Он тоже говорит, сообщает важные сведения о создании Септуагинта. И более того, он говорит, остров, где было создано, мы знаем, что он всех собрал в этом острове, да, в Таламеи, остров Фарус, как раз. Каждый год Гаидерийская диаспора отмечала как праздник день создания Септуагинта. То есть, это для них было праздником. Почему я так подробно останавливаюсь? Потому что вот иудеи, например, они не принимают это все. Они считают, что это все дом, если это все сказки, Септуагинта повреждена, поэтому Септуагинта для них не авторитет. Понятно, да? Но вот мы имеем вот исторические данные, которые я вот перевожу, и чтобы видеть, что не совсем сказки, как раз сами древние, сами древние вот эти как раз историки, да, при том иудейского происхождения, говорят об этом. То же самое говорит Иосиф Лави. То же самое говорит Иосиф Лави. Он говорит, что были греческие тексты. Вот, эти греческие тексты отчасти были приняты также в Палестине тоже. И что было в расхождении между греческими текстами и иудейскими текстами. Некоторые расхождения были всегда. Это что касается вот древних, можно сказать, дохристианских авторов, да, или нехристианских авторов. Потому что ни Фила, ни Иосиф Лави, они не были христианскими авторами. То есть это были люди непредвзятые, да. Ну, про Алистея вообще молчу. То есть он вообще задолго до рождения Христа жил. Вот все нехристианские авторы говорят об этом. Вот, что говорят христианские авторы? Ранне христианские авторы, которые уже использовали септуагинту, тоже, то есть сообщают, дают схожую информацию. Например, Юстим Мученик, он еще, он в II веке уже начал, то есть он начал действовать в II веке. И в II веке он уже сообщается, что есть, уже создаются еврейские тексты, которые разнятся септуагинтой, то есть греческим текстом. Например, в своем письме Трифону Иудею, в своем полемическом он об этом говорит. Также говорит о расхождении. Вот, также говорит о истории создания. То же самое говорит, например, Тертулиан, и подробную информацию сообщает Епифан Кипрский, из святых отцов, один из святых отцов ранней церкви, который по национальности был иудеем, и в молодости ходил в синагогу и имел более подробную информацию. Он тоже говорит об этом. Также говорит, что, значит, были из каждой племени, то есть были взяты по 6 человек, 12 племен, 6 человек, получают 72 как раз. К каждому были представлены по 2 писца, которые по их диктовку написали, а потом уже все было редактировано. Их поселили в разных, то есть в разные домики действительно. Более того, есть один анонимный автор, приписывает вообще-то, что это тоже юстимученик, который говорит, что был на острове и видел, например, руины вот этих хижин или домов, которые были в острове Парас. То есть, историйно информации на самом деле не так уж мало, который говорит о сексуагенте. Но тут главный вопрос, все-таки было предвзятое, этот перевод был предвзят или не предвзятый? Об этом, конечно, хорошо пишет Иоанн Златоуст, который говорит, все-таки говорит, 72 толковники, они жили до рождения Христа, у них не было какой-то цели определенной, да, искажать преднамеренно. И потом, зачем искажать, если этими текстами будут пользоваться иудеи, да? Этими текстами пользовались иудеи, то есть, отритять это просто антинаучно. Этими текстами иудеи пользовались до разрушения храма, даже после разрушения храма, вот, и отцы церкови, и древнеисторики говорят, даже после разрушения храма, в некоторых, то есть, в некоторых многих иудейских общинах, греческие тексты еще продолжали действовать, то есть, они еще там крутились, вот. Потом уже начали редактировать, и создались иудейские тексты, и об этом сейчас поговорим. То есть, о Септуагинте более-менее понятно, что действительно есть много данных, которые говорят, что эти тексты были созданы до нашей эры, эти тексты были созданы определенным, вот, образом, да? Вот, эти тексты, конечно, гораздо больше, чем современные иудейские, вот эти, то есть, мазаритские тексты, или, например, Синодальный перевод, я об этом и сказал, вот, например, даже Синодальный, Библию взять 66 книг только входит, ну, это вместе с Новым Заветом, да. А в Септуагинту, конечно, входит гораздо больше, то есть, ну, вот, больше от цифр не буду говорить, что вы сами читали, потом буду задавать вам вопросы. Вот, то есть, по Септуагинте мы более-менее поняли. Теперь о масаритских текстах. Как создавались масаритские тексты? Я и сказал, значит, иудейские тексты бывали, то есть, со временом Ездре, вернее, до Ездре тоже было, просто во время разрушения Иерусалима эти тексты отчасти были утеряны, потом они, иудеи, начали восстанавливать, как и, например, после разрушения второго храма, да? Вот. Но после разрушения как раз второго храма опять тексты были утеряны, и Рави Яканан бен Саккай, он перенес Синедрион, иудейский город Явни, то есть, это город на берегу Средиземного моря, Палестине. И там начал восстанавливать, заниматься восстановлением текстов. Иудейская традиция говорит о том, что вот они в руинах храма нашли три свитка, то есть, три книги, двое были похожи, один был не похож, поэтому, скорее всего, это книгу уничтожили, а двое, поскольку было два против одного, эти взяли и начали использовать. Ну, мы не знаем, насколько это правдиво, но вот есть такое предание, что вот были найдены несколько свитков, и на основании этих начали уже создание уже других. То есть, не только же в Иерусалиме эти свитки были вообще по всему миру, да? Они начали собрать, сверить, посмотреть, сравнивать, редактировать. И самое интересное, что Масалитская редакция, она существовала в течение почти тысячи лет. Вот это, конечно, вызывает много вопросов. Мы знаем, что, например, христианский канон создавался в течение 300 лет, даже меньше, что уже в середине 4 века в Лаудовский соборе, в Карпагенских соборах уже канон был полностью утвержден. Даже в 2 веке муратория в каноне уже больше, фактически 90% книг уже входили. Тогда уже в ранние времена уже был утвержден канон, да? А вот с Масалитом и не все так гладко произошло. Почему? Это отдельный вопрос. Но это вызывает уже недоверие определенное. Потому что если один текст так долго редактируют, 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 это чем тысячи лет, да? Ты уже начинаешь немножко напрягаться по поводу этого текста. Вот. Хотя мы поговорим, Масалитский текст, безусловно, он имеет, конечно, очень большую ценность. Это не говорит, что это полностью искаженный текст. Такого никто никогда не скажет, образованный человек, да? И никто такой не имеет. То есть я этого, конечно, не имею в виду. Мы сейчас поговорим как раз об этом более подробно. Почему вот так произошло? И так они начали создать вот эти тексты. А потом, когда возникло уже второе восстание иудеев, то есть восстание Баркорды, да? Тогда Равьякиба уже ввел совсем другие методы и другие законы утверждения еврейских текстов и канонизации. Он считал, что каждая буква, которая была в древнем законе, она сакральная, то есть она не случайная. Это по внушению Бога, то есть по подсказке Бога было написано. Имеет отдельный смысл, поэтому надо буквально, то есть дословно все соблюдать и довести все до... То есть все точности, потому что это сам Бог прямо вот сказал. Понятно, да? Вот Моисею Бог сказал, потом Мудрец сам Бог сказал. И они начали вот так редактировать, редактировать, редактировать. Вот это я считаю ошибочным, потому что Бог никому дословно ничего не сказал и готовые тексты Бог никому не прислал. Кто бы сколько ни сказал, понятно, да? Если кто-то говорит, что вот Бог мне там диктовал, а я в зомбировке это написал, значит что-то не то. Понятно, да? Намёк тоже поняли, к кому относятся. Итак, они начали редактировать где-то до 7-8 века. Редактировали мудрецы и раввины, а потом начало заниматься семейство Бен-Ашер из Тивериады. Они довели уже окончательному варианту, так называемому, масорецкому тексту. Что такое масорецкий текст? Масорецкий текст – это как подсказка, то есть подсказчики. Вообще-то, вот эти очень много слов, которые на иврите, они относятся к блатному жаргону, одесскому, например. Вот масор – это слово мусор, например, стукач, подсказчик, понятно, информацию передаёт. Да, они вот так понимают. Или хавчики, или турики, или шухрят. Вот это всё еврейские имена, которые употребляются в блатном жаргоне, на самом деле это еврейские слова просто. Поскольку просто первые воры были оттуда и определённой национальности, они вот эти жаргоны создали. Да, вот, поэтому масоры, можете уже понять, что такое. То есть они ввели точки-огласки, чёрточки, то есть подсказки, чтобы стало легче понимать текст. Понятно, что легче надо, потому что еврейский текст читать очень трудно, на самом деле. Вот, они сделали более доступное чтение текста масореты. И только вот уже в конце 9-го, 10-го века уже текст был формирован. Поэтому полный текст, самый древний полный текст, это относится к 1008 году. Представляете, да, 1008 год. То есть масоретский текст прошёл очень такой долгий путь формирования. Вот. Что они говорят про цептуагенту? Вот. Понятно, что они начали формировать свои тексты в конкуренции христианства. Потому что, представляете, главный символ веры и иудейства, храм, был разрушен. Они все рассыпались. То есть там фактически был совершён геноцид еврейского народа. Да. Отчасти письмена были утеряны. И чтобы поднять авторитет, чтобы все евреи не стали христианами, потому что христианство активно распространялось, везде греческие тексты распространялись, и люди, читая греческие тексты, принимали христианство. Поэтому есть данные, что, например, в Египте цептуагента хранилась в храме Сераписа, и те иудеи, которые читали, они приняли христианство. Понятно, да? Вот. Поэтому они начали активно редактировать. Более того, придумали эту фактически сказку про то, что иудейские мудрецы специально исказили текст. Да? Потому что говорит нечестивый царь Толомей, а на иудите Толомей переводится как Толмай, или Толмай, не перепутаюсь с Долмой. Вот. Вот он приказал, то есть, приказал переводить, и они специально, то есть, сделали 13 искажений. Хотя это, конечно, неправильно. И, наконец-то, но, но самое интересное, что во всем мире до середины, до середины 20 века, все-таки массовецкий текст был более, более авторитетен, как и сказал я на самом деле, да, чем цептуагинский текст. Считали, что он более четко, то есть, составлен, редактирован, он как раз больше соответствует древним, то есть, текстам до разрушения храма, чем цептуагинта. Но, вот, открытие на Кумране, кумранские археологические открытия показали, что это не совсем так. И массовецкий текст, фактически, такой же текст, как и цептуагинта. Я говорю, цептуагинта, это очень разнообразный текст. То есть, есть очень много разных экземпляров, которые между собой все-таки разнятся. Если я говорю разнятся, это не означает, кто там 30% разнится в 40%. Это совсем, это малейшая разница. То есть, более чем 90% всех этих текстов, они схожи. Даже массовецкий текст с цептуагинты примерно на 90% тоже похожи с сектой. Мы говорим о совсем нам на малейших разницах, понимаете, да? Просто есть некоторые разницы, которые для нас имеют очень важную, играют очень важную роль, очень большое значение, которые как раз в юдейских текстах другие. В самих цептуагинтах есть тоже разницы. Поэтому они сказали, если цептуагинты между собой разнятся, да, ученые, значит, цептуагинту особо доверять не надо. А вот массовецкие тексты везде одинаковые, да? А то, что массовецкие тексты тысячи лет редактировались, да, об этом особо не говорили. Но вот кумлянские находки показали, что нет, оказывается, массовецкие тексты даже очень разнятся с древнееврейскими текстами. То есть, совпадение примерно 35%, не более. Понимаете, это большое, это большая разница. Более того, в кумляне были найдены еще очень много греческих текстов, как схожие цептуагинты, так и другие греческие тексты, которые показывают, что еще в первом веке до нашей эры и иудеи очень много были греческие тексты, то есть Священных Писаний, которые еще раз доказывают правдивость цептуагинты и показывают, что цептуагинты – это не просто какой-то искаженный вариант, а это был один из вариантов, который евреи очень охотно использовали. Понятно, да? И еще очень важный момент. Кумлянские тексты – это совокупность, то есть это собранные тексты. Это не создал какая-то секта Есея в одном месте, чтобы не могли, например, подозревать, что вот они могли ошибаться, и эта ошибка могла там так и сохраниться в 2000 лет. Это собранные со всего мира собранные тексты. Это была фактически библиотека. Это была библиотека. Там больше 230, там очень много свитков. То есть это была библиотека со всего мира собранная. Там есть очень интересные материали, которые показывают, во-первых, что и массовецкий текст, и цептуагинты, они имеют место быть, то есть схожие, но также говорят о том, что ни тот, ни другой не оригинальный. Понятно, да? Это очень важный момент. Это как раз говорит о том, что не бывают оригинальных текстов, которые с неба упали на голову верующих, как, например, по исламу. Если есть такой текст, значит, он искусственный. Это понятно, да? То есть если есть только вот такой оригинальный текст, и кто-то говорит, вот это оригинал, а все остальное, это все искажение, значит, он, скорее всего, врет. Это если я вам сейчас скажу, давайте напишите то, что я вам сказал, выйду в полчаса, приду и увижу, что у всех совпадает. Буквально, значит, кто-то переписал. Не кто-то, а вот человек 30 взяли, переписали у одного или у двух человек. Понятно, да? Но если я увижу, что у вас есть разница, но главное, смысл сохранено, ну, каждый по-своему написал, кто-то что-то упустил, кто-то что-то больше написал, тогда я буду говорить, что эти люди честно поработали. Тогда действительно это оригинал. Действительно эти люди были честны перед Богом, перед своей совестью и так далее, и так далее. Но когда я увижу поражительное сходство, значит, что-то не то. Понятно? Вот. Вот так и по такому принципу и тексту составления. И мы можем делать виводы. Поэтому если кто-то скажет, что вот у меня книги, где только правда, которую Бог мне там буквально все диктовал, значит, что он сам себя обманывает. Понятно, да? Ну вот. То есть в чем суть, почему мы вот это подробно так обсуждаем? Чтобы понять, что эти тексты все написали люди. Просто эти люди, да, мы не отрицаем, кто Моисей, пророки, святые, они по вдохновлению Бога написали. Но эти люди не были под зомбировкой. Бог внушает идею, ты сидишь своими словами, своим мозгом думаешь и пишешь. Поэтому некоторые расхождения могут быть. Более того, две тысячи лет прошло, не было ни компьютерной техники, и так далее, и так далее. Определенные вещи могли там. Или утеряться слова сочетания, или одно предложение. Но основной смысл везде сохранился. Понятно? То есть нет таких текстов, где смысл полностью расходится с традиционным пониманием. Вот что самое главное. Понятно, да? А какие расхождения, например, между масолитами и септуагинтой, которые, например, христиане дают большое значение, а у них нету? И какие доводы есть у христиан в пользу, например, правдивости или подлинности септуагинта? Данных очень много. Вот смотрите, например, книга Варуха. Еще задолго до первого века каждый год день разрушения храма книга Варуха читалась во всех синагогах еврейских. Но масолитский текст книги Варуха не вошел. Как ни странно, это же подлинный текст. А вот они просто это время не нашли и не вошел. То есть слишком жесткий был отбор. Или книга при мудрости Сираха. Не вошел масолитский текст. Но в 19 веке нашли подлинники, то есть на еврите. В конце 19 века. То есть тут тоже промашка получилась. Также очень долго обсуждались, например, мессианские пророчества, которые не совпадали в септуагинте и в маслитских текстах. Ну, один из самых нескольких известных, я скажу. Ну, еще и вам домашнее задание, вы будете мне отвечать в пророчество Исаии с 15-го псалма до 144-го псалма. Вот. Хорошо. 22-й псалом. Один из самых известных. Что говорится в септуагинте в христианском тексте, когда, который мы считаем мессианские, когда царь Давид, внушенный святым духом, то есть говорит, что вот, видит Христа и говорит, проткнули ноги мои и руки мои. То есть, как бы намек идет на распятие, да? В маслитском тексте вместо проткнули руки мои, ноги мои, вместо слова проткнули написано львы. Что львы? Львы, руки мои, ноги мои или как львы? Понимаете? Абсолютно, вообще даже по смыслу не совпадает, да? Как будто с неба какое-то слово взяли львы, да? Лев. И что делает лев? Ничего. Понятно? Можно было что-нибудь более оригинальное придумать. Правда, там как-то с раввинами спорили, они сказали, что там написано привязали, но в тексте о привязке тоже ничего не говорится. Говорится просто слово лев. В 144-м салме, ладно, я вам скажу, чуть-чуть, там есть предложение, которое имеет мессианский смысл цептуагинце, нету в мессаретах. И, кстати, как раз в кумылянских рук в рукописях вот, да, вот эти места, которые я говорил, то есть совпадают с христианским, с христианским переводом. Понятно, да? А с мессаретами вообще не совпадает. То есть еще до нашей эры людей именно читали, то есть проткнули руки мои и ноги мои, да, и читали так же 144-й салон до конца. Понятно, да? Ну и другие места тоже. Это я вам оставляю как домашнее задание. Вот. То есть все-таки цептуагинта имеет определенные преимущества. То есть есть факты, которые говорят о подлинности цептуагинты. И самое главное, что никаких преднамеренных искажений не было. Какие златоуст говорят, им не было, незачем было искажать тексты. Незачем было искажать тексты. Вот. Даже есть такая информация, что когда Птоломей хотел войти святые и святых в 217-м году до нашей эры, первосвященник встал на его пути и читал текст законов, в котором запрещается язычникам войти святые и святых, да, и говорят, что читал как раз на греческом языке, потому что если он читал на иврите, Птоломей вообще не знал иврита. Он вообще ничего не понял и для него это было ничего, это информация. Более того, во время восстания Баркова, и Барков был уже мессия, знаете, он все свои письма, то есть иудеям написал на греческом языке. То есть греческий язык был международным языком, как сейчас русский между собой обширцы, или английский язык. Поэтому сказать, что греческие тексты вообще были не приняты, это ошибка. Это большая ошибка. То есть греческие еврейские священные тексты имели такое же место в свете еврейской диаспории, как и тексты на иврите или на арамейском. То есть понятно, что касается септуагенти, что касается масоретским текстом, чем они отличаются, чем они похожи, и какие выводы мы можем делать из этого. То есть мы видим, что были изначально разные тексты. Как и до масоретских еврейских текстов были разные экземпляры, разные варианты, так и были разные варианты в греческих текстах. И вот кумлянское открытие как раз это показало очень наглядно. Очень наглядно. И уже никто не может говорить, что нет, этот текст авторитет нет другого. Эти тексты оба фактически можно сказать равносильны. Как масоретский текст, так и септуагинты это равносильные тексты. Более того, мы можем сказать, что все-таки в масоретском тексте есть преднамеренные искажения именно в масоретском тексте все-таки имеют место, чем септуагинты. Потому что септуагинты нету мотивации. Мотивации нету. Просто можно сказать, как и эпифанки просто говорит, септуагинта, она же была написана отчасти для язычников, и чтобы язычники поняли, больше поняли еврейские традиции, да, и еврейские законы, что-то текст был немножко более отредактирован, сделан более доступным для неевреев, понятно, да, более доступным. Более того, те тексты, которые касаются закона, они были более жесткими, чем сами, например, тексты на иврите, да. Например, книга Бите Бог создал за шесть дней, да, и седьмой день говорит почет. Но это нарушение закона, седьмой день, то есть работать нельзя, поэтому в Септогинте написано шестой день Бог отдыхал, чтобы седьмой день не попал, что вдруг кто-нибудь не подумал, что Бог сам нарушает свои законы, понятно, да. Или в второзаконе еврейском тексте, то есть в Масаретском тексте написано, что Моисей поставил стелы, то есть 12 стел по количеству колен израильских, в Септогинте написано о стелы в второзаконе Же, и запрещено ставить, как идол, понятно, да, поэтому там они редактировали, написали, камни поставили, а не стелы, да, что вдруг никто не подумал, что Моисей нарушил закон, понятно, диаспорта живет в языческой среде, надо в закон более тщательно, выполнять, чем сами иудеи, они могли себе позволить написать, оставить, как написано, да, но это, что действует на вашу веру, или это говорит о чем-то там кардинальном, это как раз говорит, как люди действовали, как люди написали, как люди отнеслись к своему закону, насколько они бережно остались, как они хотели показать, как закон исповыполнялось, да, и как они хотели делать так, чтобы люди оставались верным своим традициям, то есть, вот эти маленькие, как раз редакционные, то есть, разницы, они показывают, что люди были свободны, никто под зомбировку ничего не написал, и действительно, что септуагин было написано не только для евреев, но и для неевреев, да, и некоторые моменты были упрощены, чтобы люди поняли, легче понимали, там есть еще другие моменты, которые отличаются, но видно, чтобы человек упрощал, тот, который написал, делал редакцию, чтобы, например, если грек, да, или сириэт, или египтянин, где он прочитал, для него это понятно было, потому что еврей мог понимать, а вот язычник мог не понимать, вот, ну и так далее, если есть вопросы, тогда я, ну у тебя всегда вопросы есть, да, 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 я хотела, вы начните, потому что вы сказали, что Бог никогда никому еще не диктовал, вот, но, а как же откровение его отдают? Ну, откровение, опять же, откровение диктовал, он это видел, он же видел, он видел и написал, а не в голове возникли там какие-то слова или буквы, понимаете, он же видел и спокойно написал, вот, это разные вещи, да, единственное, что Бог диктовал, это 10 заповедей, вот это можно сказать, что Бог диктовал, вернее, не диктовал, Бог сам взял написал, на каменях скрижали, да, а остальное люди написали, то есть, как сказали, так и написали, понимаете, то есть, они написали своей свободной волей, а не как-то вот там, как эти медиуми, которые делают какие-то там, вызывают каких-то духов, потом ручка сама приходит там, руку, берет, его так открывает, ручки начинает что-то писать, да, тут кто-то из таких вот, мнимых пророков, пару месяцев назад был, здесь в Москве, собрал вокруг себя там, не знаю, сколько сот человек, вот, и вот у него так получается, то есть, она свои руки не контролирует, свои мысли тоже не контролирует, и пишет, вот если такое есть, если такое есть, это не от Бога, Бог так не действует, потому что он на церковь свободной воле, ну тогда да, зачем тогда свободная воля человека, если Бог будет войти в голову какого-то человека, что-то вместо него писать, понятно, да, это против христианской традиции, просто, в других религиях это может быть, да, кто-то кого-то душит, заставляет, угрожает, говорит, пиши, иначе там по башке он бьет, и начинает там писать, вот, но нашему пониманию это не соответствует, и все вот эти факты, которые я привел, показывают, что не было такого, такого не было, люди своей свободной волей, свободной, с чистой совестью, в основном, было написано, то, что касается, кто один, ты меня смотрит там, немножко о совести, немножко так, но эти люди тоже очень старались, все-таки, равни же все очки носим, да, говорят о чем, сидят, читают, с утра до ночи сидят, читают, вот, читают, редактиров,